Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». С вами Наталья Денисова, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас сладкий выпуск. Герой сегодняшней программы может поднять настроение любому сладкоежке. Это неудивительно, ведь такой яркий и натуральный вкус понравится каждому. Мягкий бисквит, воздушность и приятный вид украсит и праздничный стол, и будни. Несмотря на то, что этот десерт известен уже давно, популярностью пользуются до сих пор. Причем больше всего его любят именно в нашей стране. Причина тому – простая рецептура, а также главный ингредиент – мед. Думаю, вы уже догадались, что героем этого выпуска станет вкусный торт «Медовик». Узнаем, можно ли купить хороший десерт в магазине, на что стоит обращать внимание, чтобы не ошибиться в выборе этого продукта. И, конечно, проверим на качество несколько популярных торговых марок. Мы начинаем. Мед уже в 12 веке называли королем специи, ведь этот продукт мог придать изысканный сладкий вкус любому блюду. По легенде, еще в Древнем Египте готовили сладкие лепешки. Муку с медом мешали и оставляли на целый месяц, для того, чтобы мед забродил, а тесто поднялось. Так готовили, возможно, первый в истории человечества десерт. Со временем лакомство породило немало сладких блюд по всему миру. Один из самых ярких примеров – медовик. Это визитная карточка русской кухни. Кстати, издавна его делали точно из пяти тонких коржей, чтобы торт получился сочным и пропитанным. У этого десерта существует своя интересная история. Супруга Александра I, императрица Елизавета Алексеевна, не любила мед. Все повара это знали и исключали сладкий ингредиент из всех блюд, пока на кухне не объявился новичок. Молодого повара в особенный вкус императрицы не посвятили, поэтому без доли сомнений он преподнес свой излюбленный десерт – медовик. На удивление Елизавете Алексеевне десерт пришелся по вкусу, и даже после того, как ей стал известен состав, медовик не покинул царского стола. До сих пор в нашей стране он является излюбленным лакомством. Спросим у самарцев, на что они обращают внимание при выборе этого продукта. Срок годности и состав продукта. Нет ли там каких-нибудь вредных веществ? Смотрим, есть ли надпись ГОСТ, сертификат качества. Ну и цена, как правило, чем дороже, тем лучше. Посмотреть по составу, наверное, там мед должен быть где-то на первом месте, а не сахар или там еще что-то. Ну и есть определенные производители, которым я доверяю и которых всегда беру. Самый большой медовик приготовили в Пскове на медовом фестивале. Вес рекордсмена составил 100 килограммов. Для этого поварам понадобилось 180 яиц, 40 кило сгущенки, 25 муки и 20 килограммов меда. Мед обязательно должен входить в состав медвика. Это натуральные специи и кладезь витаминов и минералов, таких как кальций, цинк, железо и фосфор. Он благотворно влияет на пищеварительную, сердечно-сосудистую и даже дыхательную систему. Мед способен быстро восстановить силы, но при частом потреблении может негативно сказаться на фигуре. Ведь, несмотря на пользу, медовик остается сладостью. Калорийность торта почти 500 килокалорий на 100 граммов. А чтобы понять, какой торт медовика окажется вкусным и качественным, возьмем на пробу три варианта от трех разных производителей. Героями сегодняшней программы станут торговые марки «Каравай», «Русская Нива» и «Черемушкин». Расставим по алфавиту согласно названиям и присвоим каждому номер от одного до трех. Испытаем и в завершении узнаем, кто окажется победителем программы «Сохраняйте чек». Мука, разрыхлитель, сметана и мед – это основа натурального домашнего медовика. С покупными все иначе. Потому потребителю необходимо внимательно изучить состав. Например, посмотреть, есть ли там вообще мед. Кстати, янтарный сахарный мед не говорит ни о чем хорошем. Это разрыхлитель, лимонная кислота и ароматизатор. А вот в сорбеновой кислоте или сорбате калия ничего опасного нет. В небольших количествах его используют, чтобы в продукте не образовывалась плесень. В зависимости от производителя варьируются технические условия и те специи и домавки, которые вводятся как в тесто, так и в крем, для того, чтобы придать свойственные данному кондитерскому изделию вкус и аромат. С их помощью производители могут кардинально изменить первоначальные вкусовые данные торта. А это позволяет сэкономить на многом. Например, на составе теста используют некачественную муку. Солистый привкус у бисквита и его приторность – признаки некачественного продукта. Скорее всего, в приготовлении использовали дешевый маргарин и, в принципе, плохое сырье. Но в первую очередь изготовители удешевляют, конечно, крем. Непосредственно в крем вводится большее содержание племетиновых, более дешевых жиров, немолочных. Ну и зачастую в составе крема там, собственно, молочных жиров и нет. То крем, который используется в дешевых кондитерских изделиях, он исключительно на основе растительных жиров. Перед покупкой внимательно изучите упаковку. Если она хоть немного повреждена, бисквит торта может впитать в себя лишнюю влагу. А это причина развития опасных микроорганизмов, которые могут серьезно пошатнуть ваше здоровье. По запаху, прогорклости или черствости можно определить, насколько эта упаковка была герметична. Безусловно, если вам не нравится запах данного изделия, лучше его не употреблять. Все-таки здоровье важнее, чем употребленный кусок торта. А вот о том, кто из героев сегодняшней программы успешно пройдет наше испытание на качество и какой торт понравится гостю выпуска больше всех остальных, смотрите далее. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Уже на протяжении почти 10 лет, 20 июля во всем мире отмечают День торта. И этот праздник посвящен не сладкоежкам, как можно было бы подумать сначала, о дружбе между людьми, странами и народами. У этого праздника даже есть свой девиз – «Я приду к тебе с тортом». Ведь чаще всего именно с этим лакомством мы ходим друг к другу в гости. Мы же проверим, с каким тортом не стыдно будет появиться на чаепитии в рубрике «Глубоко субъективные тесты». Чем больше коржей в таком торте, тем вкуснее он будет. Если же вы видите, что торт состоит из двух коржей и начинка посередине, будьте уверены, перед вами не самый хороший десерт. Все участники имеют одинаковое количество коржей. Крема и бисквита в таком торте должно быть поровну. Это одно из главных качеств такого торта. Если крема будет меньше, чем тесто, десерт станет суховатым. Больше – слишком жирным. Лучшими здесь оказались второй и третий варианты. Конечно, торт должен быть мягким и буквально таять во рту. Попробуем отломить по кусочку десерта от каждого из участников и посмотрим, насколько они мягкие. Успешно прошли эту проверку участники под номерами 2 и 3. Сегодня можно найти сотни разных рецептов приготовления этого десерта со сгущенкой, заварным кремом, даже торт в кружке или диетический медовик. Ну а для тех, кто не хочет долго возиться на кухне, за приготовлением этого лакомства производители предлагают свои варианты. Среди них, кстати, можно встретить и вполне достойные торты. Главное – быть внимательным в выборе этого продукта и, конечно, помнить наши советы. Самое главное не украшение, а содержание. Так считает и Анна Добрянская-Панятовская. Она работает визажистом и ежедневно делает людей еще привлекательнее, скрывая небольшие недостатки и подчеркивая характер человека. Ведь красота есть в каждом. А вот в десертах зачастую есть только приятный внешний вид и никакого содержания. Попросим Анну продегустировать героев нашей программы и определить, у кого содержание окажется самым вкусным, а кого не спасет даже самый красивый внешний вид. Я попробовала три варианта. Первый мне показался очень сухим, и крем никакущий. Вот. Второй вариант мне также не особо понравился, потому что крем был слишком сладким, и мне не понравилась посыпка. Больше всего мне понравился третий вариант, потому что достаточные пропорции крема и теста, вот, и оно было очень мягким. Из трех вариантов мне больше всего понравился третий. В сводной таблице представлены результаты всех испытаний. Наши участники достойно боролись, но в лидеры выбился лишь один. На этой неделе лучшим оказался медовик торговой марки «Черемушки». Поздравляем победителя! Думаю, теперь вы наверняка приобретете в магазине качественный продукт и не ошибетесь в покупке. Главное, не забывайте сохранять чек. Смотрите нас в эфире телерадиокомпании «Губерния» или заходите на официальный сайт. Увидимся на следующей неделе. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!